Эту тем более подробно обсудим с нашим следующим гостем Николай Маломуш, генерал армии Украины, экс-руководитель службы внешней разведки. Николай Григорьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, слава Украине. Героям слава. Рады вас приветствовать, Николай Григорьевич. Вот давайте касательно как раз воздушных целей будем говорить так, потому что по информации Генштаба вооруженных сил Украины, вот прямо сейчас, зачитываю, в 9.06 опубликовали сводку, за ночь сбито 42 воздушные цели, из них 39 шахедов, 2 беспилотника Орланд-10 и 1 управляемую авиационную ракету Х-59. Мы видим, что россияне меняют тактику, они начинают наносить ракетные удары, насколько я правильно понимаю, запуская дроны Камикадзе, даже больше не для того, чтобы поразить энергетические объекты, а для того, чтобы запутать украинскую систему ПВО. Расскажите, пожалуйста, борьба с такой тактикой Российской Федерации, какая она сейчас? Ну, первую очередь, нужно сказать, что мы обидно революции против беспилотников и ракетных ударов, поэтому мы понимаем, что они действуют комплексно. В этой ситуации, конечно, мы задействуем раздельные наружения, в первую очередь на базах пуска, это на Каспии, это на аэродромах, это на подводной лодке. Вот поэтому в данной ситуации мы уже научились выявлять именно пуск, что нужно носить удары и сбиваем ракет. Вот в отношении шахедов уже отработана целая модель тактических противовоздушных целей, так сказать, это системы, которые активно выявляют шахедов на базах их формирования, это космическая разведка, радиоэлектронная разведка. Это мы уже отработали системы их пуска, где они, с каких баз направляются в Украину, и, конечно, уже целая модель действий тактических зенитно-ракетных систем, начиная от НАСА, Айреса, и, конечно, Николай Григорьевич, сейчас прервается связь. Наши редакторы сейчас вам позвонят по телефону, и мы буквально через минутку продолжим с вами общение, потому что видео прервается, есть проблемы с интернетом. Я в свою очередь добавлю, что из последних сообщений Генерального штаба Вооруженных сил Украины 42 воздушные цели уничтожили украинские силы ПВО, из них 39 шахедов, два беспилотника «Арланд-10» и одну управляемую ракету авиационную Х-59. И вот по словам Николая Маломужа, прямо сейчас нужно уже как можно больше систем противовоздушной обороны, в свою очередь и Патриот, о котором говорилось в нашем сюжете. И в том числе Джо Байден, напомню, подтвердил передачу системы Патриот, это самая эффективная система противовоздушной обороны, которая способна работать одновременно по восьми целям. Также есть информация о том, что представители Украины призывают союзников передать Киеву больше вооружения. Такие обращения далеко не всегда официальные и обращенные напрямую к оборонным ведомствам западных стран. В современной информационной войне огромное значение имеют и более легкие, открытые послания. Так, например, в канун Нового года министр обороны Украины Алексей Резников записал на английском видеообращение к Санта-Клаусу. Он попросил в новом году больше важных подарков, которые помогут защитить простых украинцев. Давайте послушаем. Несколько позже вернемся к этому обращению к Санта-Клаусу, но, безусловно, обязательно послушаем его в эфире. Суть в том, что на самом деле переоценить важность продолжающейся поддержки для Украины просто невозможно, потому что Российская Федерация истощает свои запасы обстрелами гражданской инфраструктуры и террором мирных жителей Украины. И ресурсы, естественно, даже у Российской Федерации, которая так амбициозно напала на Украину, они не бесконечны. И на данный момент, вероятно, мы переходим на какой-то новый этап, на котором особенно важно еще более стойко защищать Украину и украинцев. И сейчас давайте послушаем комментарии господина Резникова, министра обороны Украины, касательно тех важных подарков, о которых он говорил в своем видеобращении. Давайте услышим. Я надеюсь, что мы снова получим от тебя важные подарки. Я даже не буду писать наш виш-лист. Ты очень хорошо знаешь, в чем мы прежде всего нуждаемся. Я не прошу это для себя, но ради украинских детей, чтобы в следующем году они могли отпраздновать Рождество и Новый год, так, как ты и задумывал. Ну и Николай Маламуш с нами снова на связи. Я напомню, генерал армии Украины, экс-руководитель службы внешней разведки. Николай Егорович, проверяем звук, как нас слышно. Да, все нормально. Супер, супер. Восстановили связь. Николай Егорович, так вот, завершите, пожалуйста, тезис касательно систем ПВО, касательно защиты украинского неба от такой вот тактики Российской Федерации. Ну, мы уже активно осваиваем тактику, она меняется каждый день. Понятно, мы четко сориентируемся, что именно российские и ракетные системы, и разведывательные, они пытаются выявить именно нашу уже новейшую систему защиты неба, это, в первую очередь, от ракетных ударов. И мы, конечно, очень четко фиксируем, где являются места дислокации, например, бомбардировщики, которые запускают ракеты, и наносят даже упреждающие удары, где имеются модели пуска, это, например, с Каспия, это Черного моря с кораблей и подводных лодок, и, конечно, это разведывательные дроны, или это, конечно, беспилотники, которые активно работают в нашей системе. Мы всю эту тему знаем, поэтому у нас очень гибкая система противовоздушной обороны, и то, что противник пытается ее разведать и пробить, уже не работает. Мы, фактически, вот конкретные факторы, например, направляют дроны для разведки, и параллельно это для нанесения ударов. Они даже думают, что именно нанесли 40 ударов дронами, где-то 5-10 поразать инфраструктуру или энергетические объекты, это уже результат. Но уже мы так отработали, ну, а канальную систему, что уже работают и средние, так сказать, системы, как раз поражения, это, например, Хайверсы и Айрисы, и работают уже зенитно-ракетные системы, фронтового базирования, или возле больших городов, или на стратегических объектах, и, конечно, даже такие точки, которые поражают именно с позиции уже, например, конфетных батарей. Вот, подсвечивают конфет и уничтожают. Поэтому в данной ситуации этот принцип уже не срабатывает. Мы видим, что эта тактика, как бы, пробивания нашей системы каждый раз работает, но каждый раз мы уже обнаруживаем на более дальних, так сказать, подступах и ракеты, системы пуска, которые не только существуют, например, на кораблях, кораблях или аэродромы поднимают, самолеты, и какие траектории направляются в Украину. Даже мы вот по всем информационным сообщениям уже знаем, например, час уже пошли ракеты. Соответственно, известны траектории. Соответственно, мы настраиваем наши системы противовозвучной обороны. Через несколько буквальных часов мы меняем дисферкации, меняем радиусы действий. Соответственно, уже противник не может четко определить ту систему, которая работает. А тем более сейчас, когда создаем уже новую систему, противник пытается узнать, а как же будут работать новые комплексы, например, там НАСАМС, которые получили. Например, система противовозвучной обороны Франции и Италии очень эффективно поступает, где они будут задействованы. То есть мы, в любом случае, мы комбинируем, и так вычислить наши системы, и пробить их будет очень сложно. Мы можем предсказать, что нынешние действия Российской Федерации, ну скажем, делаются больше с целью разведки даже? Ну я больше скажу с целью устрашения. Вот сейчас основная стратегическая задача вот этих всех ударов, и особенно на праздниках, как мы вот четко чувствуем, это позиция Путина личная, прямо скажу. Суровикин, все это исполнители, устрашать людей для того, чтобы мы где-то были растеряны. Особенно важно то, что Путин не может собериться, что дух украинца насколько высокий, что объединяет людей на защиту, что его нужно подавить любым способом. Поэтому думают массовыми ударами и шахедами, и ракетами. Думают, что люди будут именно растеряны. Будут паника, будут протесты против войны, будут давления на руководство Украины в отношении проведения переговоров на условиях России. Эта тактика уже не работала, не работает. Вот последние даже удары показали наоборот. Люди не только обозрены на Россию, готовы дальше с ней воевать, а уже даже прямо в процессе нанесения удара не прячутся, а прямо или прямо взывают любым способом Путина, или ставят вооруженные силы. То есть уже такая работа наоборот. Но в России, я знаю самое главное, и Путина, и все руководства, они не могут понять, как это может быть, сбериться. Поэтому дальше идет именно и нанесение ударов для запугивания, и для возможных, так сказать, большого числа ударов, часть, которая попадет. Это тоже предусматривает, что да, пускай 80% будет уничтожено, но 20% уничтожат, например, энергетические объекты или гражданские объекты. С другой стороны, конечно, это и разведка от наших систем ППО. Ну и, конечно, демонстрация российским военным руководствам, что они работают, они действуют каждый день. И вот эти все три дня, которые наносили удары, это еще отчет перед Путиным, что удары наносились, вся задача выполняется. Но то, что она выполняется наоборот, об этом Путину никто не говорит. — Какое вооружение? Точнее, нет, никакое. Есть ли у Украины нужное вооружение для того, чтобы поражать глубокий тыл противника? Глубокий тыл, я имею в виду, и на территории Российской Федерации. — Ну, мы вот сейчас переходим к той уже системе, и модели реально показывают, что мы уже поражаем такие цели. «Энглис» — это просто такой индикатор. Несколько, даже два раза. — «Энглис» находится за 800 километров. Это очень далеко. — Это дальше, чем Москва. Это дальше, чем Москва, если мы берем от границы уже ведение боевых действий. Поэтому в данной ситуации это один из объектов. Мы помним Крым, нанесили удары по Бевородскому, Ростовскому, по другим очень таким важным объектам, где действительно не работали американские системы. Например, там «Хаймерсона» — 80 километров. Это уже 800 и больше. Скажу сейчас очень важную составляющую то, что мы уже имеем наши собственные очень эффективные ракетные системы, которые бьют на тысячу и больше километров. Наши ВПК могут потенциально и сейчас вырабатывать ракеты, которые дают возможность поражать цели за тысячу и тысячу километров. А если мы говорим о Южмашии — 15 тысяч километров. Поэтому это все сейчас в осваивании новых систем, которые давно разработаны у нас были, их быстрое производство и постановка на боевое дежурство. Вот это перспектива сейчас нанесения удара по любому объекту на территории России, где бы она ни находилась. Сейчас начинаем 800, где-то полтысячи километров, а дальше уже не будет целей, которые минимум поразить. Это цели пуска ракетных систем, это аэродромы, это размещение в любой точке Черно-Азовского, Каспийского моря ракетных систем, которые они сейчас запускают по нам. Я думаю, это такая перспектива. А это очень мощный контрудар, который пока что без кармы, как мы говорим, невозможно запускать ракеты. Особенно сейчас, когда эти удары ракетные, шахетные, это бьют по людям, по живым домам, по юридической инфраструктуре. Это четко еще раз подчеркиваю юридические квалифицирующиеся как терроризм и геноцид. Во всем международной законодательной практике и национальных законодательствах четко предусмотрены. По террористам бьют, не считаясь ни с чем. То есть их нужно просто уничтожать. Новый год всегда психологически воспринимается как рубеж чего-то и переход на какой-то новый этап, в новый период. Но ведь это применимо и к военным действиям, потому что до Нового года конкретно у Российской Федерации, у военного командования Российской Федерации, были определенные цели, тот же Бахмут, которые, конечно, не были достигнуты. И скажите, вот сейчас, в 2023 году, можем ли мы говорить, что в самом начале мы уже переходим на новый этап ведения войны, либо же все-таки это более затяжной процесс? Я хочу сказать, что мы прошли ряд этапов уже, конечно, не только победы в плане обороны, недопущения захвата и столицы, например, и крупных областных центров. Но, конечно, это очень важно, то, что мы провели ряд наступательных операций с радистского уровня, особенно Харьковского направления, Южного направления, это уже переломный этап. И поэтому Новый год, это как раз и переломный этап именно не только с радистской психологией, что мы можем побеждать агрессора и побеждаем. Это как раз этап именно смены психологии, что мы можем наступать и освобождать территорию полностью нашего государства в этом году. Этот формат очень важный. Когда психологически для бойцов и командиров уже есть позиция, что мы готовы к освобождению нашей территории, освобождению наших земель, нашего народа, это первая составляющая. Вторая, конечно, то, что Новый год покажет, что мы осваиваем и эффективно новые технологии, высокоточное вооружение, которое будет уничтожать противника следующим. В свою очередь, также стоит отметить и стоит добавить, что сейчас очень немаловажным остается тот факт, что украинские военные, вооруженные силы Украины имеют возможность поражать глубокий тыл на временно оккупированных территориях, что является приоритетом. В свою очередь, в Макеевке, в генштабе вооруженных сил Украины подтвердили, что поразили, это Макеевка, это Донецкая область, поразили пункт дислокации российских военных, вследствие чего там огромные потери. Это поражение и этот удар, он осуществлялся в канун как раз тоже Нового года, в конце 2022 года. И по разным источникам, по разной информации, более 400 человек либо пострадали, либо погибли. Это все военнослужащие Российской Федерации. Николай Григорьевич, скажите, пожалуйста, в данном случае вот если мы видим, что и разведка украинская знает, где, по каким дорогам ведется пополнение топлива дизельного для заправки танков, боеприпасов, реально ли вовремя, точно и метко поражать не боевые склады уже с базирующимися снарядами, а непосредственно перевозку. Есть ли возможность уничтожать вот эти цистерны, вот эти фуры, которые везут боеприпасы, условно говоря, на ходу, чтобы они не доехали до этих складов? Вот как раз новый этап предусматривает то, что мы сейчас уже нацеливаем свои основные удары на системы коммуникации, которые перевозят танки, БТРы, цистерны с горючим. А личный состав, самый главный, который сейчас будет двигаться, там десятки, возможно, сотни тысяч. Именно очень важная стратегическая составляющая сейчас уничтожить на подъездах, на подходах за 200, 300, 500 километров. Именно вот эти все силы и глючосмазочные материалы, запчасти, боеприпасы, которые будут двигаться не только железнодорогой, но и тягачами, различными авиационными моделями, которые будут перемещать особо важные грузы, например, грузовые самолеты. Вот тут уже сейчас отрабатывается новая модель вообще войны в отношении того, что мы уничтожаем всю, так сказать, составляющую поддержки войск. Их просто-напросто, как и по Херсону, лишаем им всех запасов на подъездах, на подходах, на подвозах. И, соответственно, они оказываются просто-напросто обескровленными и безоружными. Это очень важно. А затем легко их можем или окружать и наносить удары, и фактически освобождать территории, или они сами будут, как по Херсону, уходить вот с родинских объектов. Я думаю, что вот эта тактика очень важна сейчас, опробирована уже у нас на юге, будет дальше работать и на востоке, и на южном направлении. И стоит отметить также еще стратегию вооруженных сил Украины в дальнейшем. Скажите, пожалуйста, освобождение южной части Украины, насколько оно затрудняется в силу степной местности, в силу болотистой местности? Вот если брать как раз левобережную часть Херсонской области, это там, где очень много водоемов глубоких, пески, сыпучие, образно говоря, сыпучие пески, да, и степная местность. Объясните тут, в чем сложность, пожалуйста. Ну, первое, конечно, самое важное сложность, что, конечно, агрессоров тянул часть резервов, особенно Запорожскую область, и готовит системы укрепления рубежи. Они не критические, я прямо скажу, для нашей именно и авиации, тем более ракетных систем. Это не период Второй мировой войны, когда атаковали в лобовую. Но, действительно, вот как раз такой период потепления, он создает условия восхождения для продвижения танков, боевой техники, колесной особенно, в направлениях, так сказать, и проведения возможных и окружных ударов, фланговых ударов. Поэтому, скорее всего, будет зимний период, когда будет создавать более четкие условия для проведения не только, как мы только что говорили, ударов по инфраструктуре и по резервам армии противника, но и, конечно, проведения активных, манерных наступательных операций. Вот тут важно, чтобы именно мы могли сейчас в соответствии с тем, которые дадут возможность, например, освободить именно Мелитополь, Бердянск. Это сейчас есть возможность в период зимних холодов эти операции проводить. Для этого, действительно, наша команда концентрирует силы и средства. И, конечно, тут уже мы не можем говорить о конкретике, но, в принципе, мы можем говорить о том, что зимой мы можем спланировать такие операции, которые позволят и неожиданно для противника нанести и головые удары, и фланговые удары, конечно, и тогда уже развивать наступательные операции на этом направлении. И когда противник уже, соответственно, не сможет активно маневрировать, тем более защищаться, мы можем создать условия для больших наступательных операций по всему югу. Вот, например, от Запорожской области, Лебрежа-Херсонской области. И никакие пески нам не будут мешать. Во-первых, зима, мороз, он даст возможность нам передвигаться. Мы не будем заходить в условном плавне, нам нечего там пока делать, потому что данная ситуация – это наша местность. Мы знаем хорошо, где есть проходные пути, где мы можем маневрировать на противовес противнику, который далеко, так сказать, не владеет ситуацией глубоко. И, соответственно, я думаю, что нам не помеха будет в зимний период провести такие операции, только хорошо подготовленные, и, конечно, с очень хорошей техникой, вооружением, и, конечно, боеприпасами. Что сейчас критически важно, то, что обсуждал президент США, но я думаю, что сейчас должны десятки раз увеличить поставку боеприпасов, особенно артиллерийских систем, ракетных систем, потому что это основная сейчас модель для подавления противника и начала наступательных операций, как на юге, так и на востоке, так и удержать Бахмута, а затем проводить контрудары. Николай Григорьевич, мы благодарим вас за то, что вы присоединились к нашему эфиру, и, как всегда, предоставили нам интересную информацию, мнение. До новых встреч в новых прямых эфирах. Напомню зрителям, что Николай Григорьевич Муламуш, генерал армии Украины, экс-руководитель службы внешней разведки, был с нами на связи. Субтитры создавал DimaTorzok